Здравствуйте, с вами компания Дом в Дорогу. Этот прицеп называется Bullet Ultra Light 291 RLS. Вот когда я зашел внутрь, сказать, что я офигел, это ничего не сказать. Такого я в своей жизни еще не видел. Я сейчас, мы проведем видеообзор вокруг, а потом зайдем внутрь, поэтому вы уж оставайтесь с нами, если хотите посмотреть. Ну чудо, просто чудо американской техники. Но обо всем по порядку. Итак, значит, так же, как и все кейстоны, он выполнен из стен, сделанных из композитных материалов, которые не пропускают холод и не пропускают звук. И делают прицеп очень легким. Вот за счет этого такой огромный прицеп, такая махина, весит всего 3,447. Значит, подкроватное пространство, огромное, ну так же, как и в Bullet 290, сюда можно спрятать, ну слона можно засунуть. Во всяком случае, я перевожу здесь стиральную машину и все остальное. С подсветкой внутри, ну все как положено. У всех Bullet'ов электрифицированные лапы, которые, нажав на кнопку, опускаются и поднимаются. Прицеп двухдверный, причем эта дверь идет, ведет, ну впрочем, вы посмотрите, когда я буду внутри. Прицеп снабжен второй дверью. Ну, вы знаете, очень необычная планировка, я все не терпится внутрь зайти, вам показать. Но давайте все-таки вокруг сначала обойдем. Сзади прицепа вот такое вот огромное окно, панорамное, бампер, очень важный, в который прячется кофрированный шланг и площадки для, ну естественно, колесо запасное, площадки для генератора, для бака, вывозного бака черной воды и так далее. Огромнейший слайдер, очень большой. Дальше пошли посмотрим, что у него здесь. Ну, такой же люк, но здесь у нас подкроватное пространство для багажа и коннекторы для воды. Здесь можно залить воду, здесь внешний душ и кнопки, которые, с помощью которых мы опускаем и поднимаем лапы. И вот они сделали новшество. Раньше вот этой защелки здесь не было, потому что, ну, по мере износа она могла сама опускаться, когда и вздумается. А сейчас они сделали вот такую защелку, которая удерживает вот этот люк. Ну, с каждым годом все лучше и лучше становятся буллеты. Ну, естественно, подкатной вот этот носовой штырь, который снабжен передачей винт-гайка, который позволяет опускать и поднимать прицеп. Ну, а теперь самое интересное. Пошли посмотрим, что у него внутри. Мы сейчас находимся недалеко от Чикаго, на севере Соединенных Штатов. Они практически не пропускают звук. Я дождался того момента, когда я сам это все проверил. Для хранения вещей, трех аккумуляторов достаточно для двухнедельного автономного путешествия, без всякого электричества. Моя жена от этого прицепа была в восторге. Эти прицепы могут буксировать обычные тягачи, нерамные, любые, потому что он относительно легкий. Хотя, в принципе, снаружи вы поймете, что он крутой. Keystone Bullet Ultra Light 291 RLS. Основная дверь у этого прицепа, вот эта, задняя, не передняя, как вот в 290-м BHS. И давайте посмотрим. Вы не представляете, какое это чудо. Вы посмотрите. Это просто невероятная красота. Давайте вот сейчас так вот обойдем. Посмотрите, какой он огромный. Сколько помещений. Смотрите. И вот мы зашли в спальню. Ну, а теперь обо всем по порядку. Значит, это прицеп серии R. То есть, он как бы для двоих или для троих. Но давайте посчитаем, сколько здесь спальных мест. Значит, спальня хозяев. Раз, два. У этой спальни, кстати, своя отдельная дверь. Видите, да? Ну, я не знаю, как ее можно использовать. Ну, для каждого, как говорится, свое. Ну, тут даже не буду подсказывать. У каждого своя фантазия. И своей цели. Использование отдельной двери в спальню. Итак, считаем количество спальных мест. Раз, два. Три, четыре. То есть, двуспальная кровать, наверное, для детей. Вот эта вот кухонная зона, которая превращается с помощью стола-трансформера в кровать. И диван, который тоже превращается в кровать. Итак, раз, два, три, четыре, пять. Пять спальных мест у этого огромного прицепа. Дальше. Вот эти кресла для отдыха. Значит, они снабжены вот такими вот подставками для ног. Видите, да? Журнальный столик в прицепе. Вот этот вот телевизор, это и есть как бы элемент домашнего кинотеатра. Вот вы можете сидеть за этими креслами, за этим диваном и смотреть какое-нибудь кино. Но телевизор бы я заменил на какой-нибудь побольше. Пусть он хотя бы немножко выпирает здесь. Для меня лично маленький, для кого-то нормальный. Но его можно запросто поменять, но немножко больше поставить. Компрессорный холодильник. Рассчитанный на 12 вольт. Вот он. Ох, он еще и включен. Холодит. Ну да, мы же прицеп включили. И обратите внимание, мы прицеп включили буквально 10 минут назад. Уже холод. В абсорбционном через 8 часов такой холод становится. Он выходит на свою мощность. А этот мгновенно. Ну такой же, как у вас дома. Кухня. Огромная кухня. Значит, духовка. Трехкомфорочная плита. Микроволновка. И большая кухня с поверхностью разделочной. И хотел бы подробно рассказать о вот таком вот туалете. Туалет здесь. Ну вообще туалетная комната здесь просто огромный. Они расположены посередине. Между спальней и основным помещением. Для чего это надо? Значит, вообще прицеп, на мой взгляд, для путешествий хозяев этого прицепа. Обратите внимание. Я вот очень важную вещь говорю. Значит, прицеп создан для путешествий двумя семьями. Ну двумя родными семьями. Или две семьи, состоящие из друзей. То есть здесь спальня хозяев прицепа. А здесь спальня друзей. Или детей взрослых, которые имеют свои семьи. И так далее. И вот эта туалетная комната сделана так, что она может принадлежать либо хозяевам прицепа, если мы закроем дверь сюда. Вот сейчас она принадлежит хозяевам прицепа. Потому что она соединена как бы со спальней. Либо эта туалетная комната принадлежит гостям. Мы вот так закрываем. И вот таким образом. Вот так отойдем. Туалетная комната принадлежит гостям. Ну, допустим, если вы устали от веселья, устали от караванерских посиделок, от дискотеки, которая здесь происходит. И решили пойти уединиться. Значит, вы делаете так. Вы заходите сюда. Идете, ложитесь в спальню. Эту дверь закрываете. И таким образом вы полностью отделены от той комнаты. И вы спокойно отдыхаете. То есть каждый занимается своим делом. Один пляшет в той комнате, а другой отдыхает в этой спальне. Ну и давайте обратим внимание на саму туалетную комнату. Огромный душ, просто невероятных размеров. Туалет. И вообще огромная туалетная комната. Больше, чем в некоторых квартирах. Умывальник со столиком еще отдельно. Шкафчик. Большие шкафы. Ну, прицеп просто огромных размеров. Невероятно больших. Вот самый настоящий, очень большой дом на колесах. Давайте посмотрим, как он выглядит с задвинутым слайдером. Очень интересно вам это показать. Вот видите, вот эта вот кровать и кухонный стол, это слайдер. И сейчас мы его будем задвигать. Поехали. С вами была компания Дом в дорогу. Напоминаю, что мы не только занимаемся продажей прицепов дачи и автодомов, но мы и организуем путешествия с прицепами дачи и автодомами по всему миру. Наш сайт Дом в дорогу. Заходите, с нами интересно. Приглашаем вас в невероятно интересное путешествие с домами на колесах в Анталию, которое начнется 1 июля 2023 года. В этот раз мы проедем по красивейшей военно-грузинской дороге. Проведем экскурсию по Тбилиси с посещением Лермонтовского Джвари. Побываем в пещерном городе Ахалцихи, в музее Сталина в горе, в загадочных пещерах Прометея. Узнаем, каким теперь стал Батуми. Побываем в кемпинге у Ладо на берегу Черного моря и далее отправимся в Турцию. На обратной стороне Черного моря мы познакомимся с городами Трабзон, с древним Севас. В Каппадокии осуществим полет на воздушном шаре, посмотрим, как сейчас живут люди в самых настоящих пещерах. Посетим подземный город, покатаемся на лошадях и верблюдах, поужинаем в ресторане-пещере, познакомимся с городом Конья. Ну а после, приехав с домами на колесах в Анталию, мы 5 дней будем купаться и загорать в кемпинге на берегу Средиземного моря, а затем со своими домами на колесах отправимся в Стамбул. Кто там был, узнают этот город по-новому. Мы посетим места, о которых вы еще не знаете. Домой мы будем возвращаться по обратной стороне Черного моря через турецкий Самсунг, в котором мы остановимся в кемпинге в самом центре города, а границу с Грузией будем пересекать, проехав по красивейшей турецкой горной дороге. Далее, со своими домами на колесах, мы переночуем у стен древней грузинской крепости Ахалцихи, а на следующий день мы посетим действующий мужской монастырь, который находится в пещерах Вардзия. А последней нашей остановкой будет город Боржоми, где мы попробуем настоящую целебную воду прямо из скважины, купим грузинские сувениры и через военно-грузинскую дорогу вернемся домой. Подробный план и запись в путешествии в ссылке под этим видео. Я многое рассчитывал и планировал увидеть, но то, что я увидел, я офигел. Я побывал в таких местах, о которых я даже не мечтал.